Итак, вожделение является причиной того, что живое существо попадает на сковороду адской планеты. Раньше люди думали, что это шутка, когда сковорода. Нет, есть просто планета, которая похожа очень на это. Это не то, что такая сковорода, как Тефаль, там раз, бум, упал, просто большая сковорода с тефлоновым покрытием, жаришься, масло не надо. Нет. Планета так сравнивается со сковородкой. Как наша Земля сравнивается с диском, так и та планета сравнивается со сковородой. И разные погодные условия там существуют. Там все тройственные страдания увеличены во столько раз, что человек 24 часа в сутки, ни секунды ему не дают отдохнуть от страданий. И так, когда живое существо сбрасывает семя, особенно мужчина, у женщин регулируемая потенция. Поэтому женщина сколько угодно может делать это. И почти не страдает. У нее сбалансированная система. А у мужчины теряется все. Чем больше мужчина теряет семени, тем он становится тупее. Он теряет отжас. Есть теджас, знаете, да? Когда аскезами, сила определенная. Это когда правила ограничения, когда человек не сбрасывает семя, не наслаждается, ограничивается. Появляется теджас, решимость. В словах появляется энергия. Человек говорит, человек сразу принимает. Убежденность в поступках, решимость. Ум четко концентрируется. Медитативное состояние очень быстро достигается. И говорится, способность сосредотачиваться. Благодаря этому память усиливается. И так далее. И говорится, рассеиваются фантазии и иллюзии. Человек прекращает ложно, иллюзорно о чем-то мечтать. Что если я буду так жить, вот как сейчас живу, я буду счастлив. Он четко видит. Если я так буду жить, стану свиньей. Он четко видит. А когда человек теряет отжиз, теряет семя, теряет отжиз, наслаждает чувства, то этот вид потенции, теряющийся, говорится, рассеянность в уме, память ослабевает. Все, что говорит человек, ни на кого не действует. Болтун какой-то. Он начинает иллюзорно мыслить. То есть фантазии появляются. Он думает, что я буду так действовать, буду счастливым и так далее. Лживость проявляется и так далее, и так далее. Все виды разных проблем возникают. И говорится, что человек, который теряет отжиз, он не способен к обучению. Вот почему маленьких детей в Гурукулах строго ограничивали никаких. И девочек отделяли от мальчиков. Особенно, когда они достигали полового созревания. Также и у нас в храмах женщины. Есть женская половина, есть мужская женщина. Мужчины там немножко сзади стоят. Мужчины немножко впереди, иногда рядом стоят. Но важно это знать. Это знать. Почему? Потому что чувства очень быстро возбуждаются. Особенно у человека, у которого слабая вера. Поэтому, когда человек приобретает очень хорошую веру и может контролировать свои чувства, он может стать семейным человеком. И тогда семейная жизнь будет помощью ему. Как крокодил очень силен в воде, слон на суше, орел в воздухе, так и человек должен занять тот ашрам арбезьяна на дереве. Брось обезьяну в воду, она все беззащитная. Вытащи крокодила на берег, и он все беззащитен. Засунь слона в воду, ганджендра, все, проблема. И также эти ашрамы надо занять то положение человеку, где он может быть сильным в исполнении служения Богу, Гуру и Кришне. И если для человека греха с хаашрам является тем положением, в котором он может быть силен в служении Гуру и Кришне, он должен стать семейным человеком после обучения. Если он чувствует себя более сильным, как Брахмачари, он должен остаться Брахмачари. Так живое существо определяет свое положение. Почему? Потому что четко сформулирована цель жизни. Сформулирована. Когда человек может сформулировать цель жизни? Только тогда, когда он прошел обучение. То есть был обязательно несколько лет Брахмачарием. Никаких половых отношений. И когда человек прекращает на какое-то время, даже, вот мы сейчас видим, люди приходят уже с опытом греховной жизни, они должны ограничиться. Как минимум 3-5 лет. А лучше 50. И чем человек меньше, теряет семя, мужчина, тем сильнее становится его способность к концентрации, к медитации. Тем сильнее память, тем лучше он правильнее действует, решительно, энергично. Нету такой, все время спит на лекциях, сонливый, все время никуда не может приходить, все время чувство и наслаждение. Комфорт все время. Это все сексуальные проблемы. И говорится, хороший ученик, хороший Брахмачари, который обучился контролировать чувства, мы можем видеть, человек, когда правильно соприкасается, как он обучился, как узнать, он может соприкасаться уже с объектами, и проблем нет. А пока он не обучен, он как только соприкоснется, раз у него проблемы. Сразу мгновенно. Только соприкоснется, проблемы. Значит, он должен ограничиться, он должен понять сам, это сознание. Человек должен понять точно, как только немножко пообщаюсь с матеджами, все у меня. Сплю потом, все время хочется наслаждаться, с джипа начинаю рассматривать, ой, прямо, видео хочется смотреть, ой, что-то так, ой, прям, хочется общаться с кармическими людьми, ой, ой, да, предные сразу такие, не очень, не очень культурные становятся, даже корми более культурные, говорят такой человек. Такой говорит так. Знаете, он наслаждается, он попал в ловушку, вожделение. Все эти фразы, одни и те же, только говорят о том, что человек не способен контролировать свою сексуальную потенцию. А чем она контролируется, мы еще раз говорим, верой. А вера выражается в служении Богу. По вере вашей и будет вам. Насколько человек предается мне, настолько в соответствии с этим я награждаю его. Итак, мы прочитаем дальше. Во второй песне Шримад Бхагаватам. Комментарий Шилбрупады. 12 главы. Совершенствуясь в бхакти-йоге, человек постепенно избавляется от всего ненужного. Первый шаг на этом пути медитация на лотосные стопы личности Бога, которая возводит медитирующего на стадию анардха-невриты. Самый грубый вид анардхи, привязывающий обусловленную душу к материальному существованию, это сексуальное желание, которое со временем принимает форму союза мужчины и женщины. Когда мужчина и женщина заключают союз, сексуальное желание еще больше усиливается. Это выражается в том, что они приобретают дом, у них появляются дети, друзья, родственники и накапливается богатство. Окруженная всем этим обусловленная душа запутывается в сетях иллюзии, и у нее развивается чувство ложного эгоизма. То есть складывается ложная концепция «я» и «моё». А сексуальное желание распространяется на области политики, общественной, альтруистической, филантропической и других видов бессмысленной деятельности. Вся эта деятельность напоминает морскую пену. Ее вдруг становится очень много, но в следующее мгновение она, подобно облаку в небе, исчезает так же быстро, как и появилась. Результаты такой деятельности, как и результаты сексуального влечения, окружают обусловленную душу плотным кольцом. Поэтому Бхакти-йога направлена на то, чтобы постепенно избавить человека от сексуального желания. Сексуальное желание принимает три формы. Стремление к выгоде, желание почести и стремление выделиться из общей массы. Обусловленные души одержимы этими проявлениями сексуального влечения. И каждый может сам судить, сколько он свободен от подобного рода материальных желаний, основанных в первую очередь на сексуальном влечении. С каждым кусочком съеденной пищи человек ощущает, как утоляется его голод. Аналогичным образом, он должен научиться чувствовать, в какой степени ему удалось освободиться от сексуального влечения. Практика Бхакти-йоги приводит к ослаблению сексуального влечения во всех его проявлениях. Потому что, по милости Господа, тому, кто занимается Бхакти-йогой, сами собой приходят знания и отрешенность. Даже если с материальной точки зрения такой человек не имеет хорошего образования. Знание подразумевает способность видеть все в истинном свете. И если обладающий знанием человек приходит к выводу, что некоторые вещи абсолютно бесполезны, то он, разумеется, тут же отказывается от них. Итак, человек должен пройти обучение, быть брахмачарем. И сам, после обучения брахмачарского, то есть, почувствовав, что он может теперь регулировать свою жизнь в соответствии с целью человеческой жизни, то есть, возвращение назад к Богу, он может вступить в семейные взаимоотношения, чтобы попытаться усилить свою природу в достижении духовных сфер. Поэтому брахмачарий во время обучения ходит обязательно лысым. Почему? Обязательно он бреет голову и носит шикху. Это гуна благости. Все должно соответствовать гуне благости. Почему? Потому что соприкасаясь с гуной благости, она начинает влиять. Он отделяется ашем и раздельным, он поменьше общается с женщинами, он не одевается слишком хорошо, он полностью зависит от милости Гуру и Кришны. У него нету никаких денег, у него нету 300 кассет, крутых плееров, у него нету красивой такой суперовой одежды. Он очень прост. Очень прост. В брахмачарии живет очень просто и полностью сконцентрирован на служении Гуру и изучении Священных Писаний. 3-5 лет такой жизни позволяют человеку, если он, как мы сейчас прочитали, на самом деле занимается Бхакти-йогой, то, несомненно, его сексуальные желания уменьшатся. Он сам это увидит. Не надо ни у кого спрашивать. Иногда вот как вы считаете, я продвинутый, нет? Человек сам может определить по своей похоти. Надо быть просто честным, правдивым по отношению к себе. И тогда можно видеть, насколько я серьезен в духовной жизни и могу ли я рассчитывать на милость Гуру и Кришны. Ясно.